Губернатор Евгений Куйвышев встретился с Верховным Патриархом и католикосом всех армян Горегином II, находящимся с визитом в Свердловской области. Как отметил Евгений Куйвышев, Урал и Армению всегда связывали прочные дружественные связи. Достаточно вспомнить трагедию 1988 года, когда страшное землетрясение в Спитаке и Ленинакане, унесшее десятки тысяч жизней. Уральцы откликнулись на эту беду и от всего сердца помогли жителям Армении в ликвидации последствий стихийного бедствия. В это время заместителем начальника крупнейшего строительного объединения региона, глав Средний Уралстрой, был Эдуард Росель. Он лично во главе команды «Уральские строители» принимал участие в разборе завалов и строительстве новых жилых кварталов. Огромный вклад в восстановление армянских городов внес еще один уралец Николай Рыжков, бывший в то время председателем Совета министров СССР. Спокойно, уверенно он раскрутил гигантский механизм, объединивший всех – спасателей, строителей, медиков, социальные службы – на скорейшую ликвидацию последствий этого стихийного бедствия. Не случайно жители Армении поставили ему пожизненный памятник. Это знак исключительной признательности. К счастью, не только трудности, трагедии, но и общие радости, стабильное и уверенное развитие. Общие экономическо-гуманитарные интересы объединяют и связывают Средний Урал и Армению. Немалую роль в этом играет армянская дианспора Среднего Урала. Безусловно, столь высокое внимание вашего святейства к нашему региону, она нас ко многому обязывает. И сегодня дружба между народами России и Армении, она очень тесно нас связывает, связывает добрыми и хорошими делами. Мы друг другу всегда помогали и в горе, и в радости. И для меня сегодня большая честь разделить с армянами, с армянской общиной Свердловской области. Очень важное событие. И, безусловно, то, что сегодня делает у нас здесь армянская община, это вызывает только уважение и вызывает самые теплые чувства. В Свердловской области немало национальных общин и со всеми налажено взаимодействие. Армянской общине характерна самодостаточность. Община выступает не просителем, а полноправным социальным партнером власти. Традиционно армяне Свердловской области принимают активное участие во всех значимых национально-культурных мероприятиях Свердловской области. Дни народов Среднего Урала, Ассамблеи народов Среднего Урала, областных фестивалях национальных культур Свердловской области. На всех традиционных национальных праздниках Среднего Урала особенным вниманием пользуются выступления учащихся армянской воскресной школы. В ней ведется обучение армянской письменности, армянскому языку и армянским обычаям и традициям, ознакомление с историей и культурой армянского народа. Организация «Ани Армения» оказывает благотворительную помощь больницам, детским домам, малоимущим и пожилым гражданам. Проводит благотворительные акции и концерты. При общении действуют бесплатные юридические и медицинские консультации для населения. Организация является учредителем Центра поддержки национально-культурных объединений Свердловской области и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области. При общении создано молодежное общественное объединение, под патронажем которого тренируются футбольная и волейбольная команды. Вот и в строительстве храма Армянско-апостольской церкви, который стал первым не только в Свердловской области, но и во всем Уральском федеральном округе, приняла участие вся армянская община Свердловской области. Также во встрече приняли участие вице-губернатор Свердловской области, руководитель администрации губернатора Яков Силин, патриарши Экзарх, глава ново-нахичеванской российской епархии Армянской апостольской церкви Эзрас, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Олег Есаян, губернатор Армавирской области Армении Ашот Кагманинян, заместитель министра обороны Армении Мерсик Чилинганян, посол по особым поручениям Республики Армения Ливон Саргсян, председатель общественной организации «Армянская община», а не Армения в Свердловской области. Масис Назарян, затем участники встречи, отправились в храм Армянской апостольской церкви католика всех армян. Горигин II в сослужении управляющего российской и ново-нахичеванской епархии епископа Израза осветил собор Армянской апостольской церкви в Екатеринбурге. В этот же день Евгений Куйвашев и Горигин II посетили еще один из крупнейших православных храмов России – храм на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Продолжение следует...